доброго времени суток всем хорошим людям зовут меня андрей ермолкевич приветствую вас своей маленькой мастерской на балконе сегодня хочу вернуться к теме вот этого вот вкладыша для пилы макита просил меня один товарищ у него проблемы те же что и у меня немного продолжить ту тему которую я начал когда изготавливал вот такие вот вкладыши из ламината во первых хочу рассказать почему имеет смысл изготовить свой вкладыш вместо вот этого штатного даже если не надо пилить совсем тоненькие рейки или использовать диски даду я не знаю как у кого но вот у меня и у того товарища который мне писал есть проблема с этим вот штатным вкладыши дело в том что его поведенный вот смотрите вот там где выровнено все ровненько где стоят шестигранники вот тут уже видно щель и вот тут вот тоже видно щель причем такая хорошая щель видно в большинстве случаев то что вот тут вот стоит кривой вкладыш большой роли не играет вот сейчас я покажу один случай с которым я столкнулся давно за чего и стал делать эти вкладыши отпиливаем брусок который полностью умещается на вот этом вот вкладыши вот вот поставлен вот так вот ставим угольничек это вот прямоугольный брусок все вроде как нормально когда доводим брусок вот сюда может получиться так что если мы недостаточно вот ну как бы вот сюда сюда мы всегда можем толкнуть то получится что он уже как бы идет вот здесь вот не перпендикулярно столу один раз у меня косячок вылез после этого я сделал вкладыш потом косячков не было наделал я вот таких вот вкладыши из ламината и изначально крепил на один винт на вот этот вот штатный на которые крепится штатный упор но со временем заметил что если я креплю вот этот вот вкладыш за один винт то вот этот вот край чуть-чуть приподнимается после чего решил я закрепить на 4 винта здесь есть вот такие вот наплывы уголки толщина их 4 миллиметра проблема в том что они из силумина резьба в силумине имеет нехорошие два свойства первое это то что как бы надо очень аккуратненько крутить винты а второе что как бы мы аккуратно не крутили винты со временем резьба в силумине слижется поэтому для нарезания резьбы я использовал технологию достаточно известна но известно не всем с помощью которой можно восстановить либо сорванную резьбу либо сделать приличную резьбу в силумине в твердых пластиках можно сделать существуют вот такие вот наборы для восстановления резьбы этот набор подым 5 китайский не а тут не помню сколько стоит наверное одну в районе 20 долларов что такое что входит в комплект инструкция коробочка значит вот это вот резьба м5 идет сверло на 5 и 2 миллиметра знаю видно не видно идет специальный мечик значит он написан ст и м05 на 08 идет вот такой вот вороток покажу для чего он нужен идет вот такая вот выколотка идет еще маленький шестигранник для вот этого вот воротка и идут вот такие вот мешочек резьбовых втулок вот эти вот втулочки сделаны из хром ванадиевой стали то есть будет в любом случае гораздо повеселее чем силумин ну технология довольно просто вначале сверлим отверстие потом вот этим медчаком нарезаем резьбу после чего берем вот этот вот вороток втулочку вот видите втулочка имеет вот такой вот бы зацеп и вкручиваем в получившуюся резьбу вот эту вот резьбовую втулку после чего если внимательно посмотреть вот тут видно наверное что вот этот вот кончик за который мы цепляемся воротком он чуть-чуть надрезан поэтому когда мы уже вставили закрутили вот эту вот резьбовую втулку вставляем вот эту вот выколотку ударяем и вот этот вот хвостик отлетает размер этой втулки ну по длине 5 миллиметров вот по такой нехитрой технологии сделал я резьбы в этих приливах единственное что у меня поскольку тут 4 миллиметра а втулка еще немножко заглублена туда на пол миллиметра где-то вот торчит кусочек и не стал я обламывать вот этот вот хвостик потому что винт у меня в принципе не достает до него вот такой вот у меня получилась теперь крепление этого вкладыша теперь вот этот вот краешек у меня не приподнимается все это держится крутим я уже давно с резьбой все хорошо да есть такие наборы под разные ну как бы размеры есть м6 есть там подсвечную верить вместо ты именитых фирм есть вот такие же китайские я вот все взяла им 5 ну как и для моих условий наиболее универсальный забыл сказать вот эти вот резьбовые втулки продаются отдельно ну вот такая вот простая технология резьбу в силу не может кто не знал кстати счастливые обладатели и фисту домино могут посмотреть на подошву его увидеть там эту же технологию наверное на этом все спасибо за просмотр до свидания